Меня зовут Крючкова Татьяна, я представляю Рязанский государственный медицинский университет. И тема моей работы – это исследование Павлова по кровообращению и трофическому действию нервной системы. На конференции свои работы представили студенты не только медицинского, но и агротехнологического, педагогического университетов, а также Академии ФСИН. Каждый из участников выбрал прикладное направление исследовательской деятельности Ивана Павлова – физиология кровообращения, пищеварения и нервная система. Доклады сопровождались обязательной презентацией. У нас конференция, посвященная 175-летию Павлова. Я представляю тематику 15-го международного конгресса. Это был съезд физиологов, не только наших советских, но и иностранных. Это были делегации из Англии, Америки, Германии и многих других представителей, которых я также буду говорить в докладе. Обсуждались разные тематики, такие как авитаминоз, к примеру, физиология человека самого. Я выбрал тематику современные взгляды на высшую нервную деятельность, на типы высшей нервной деятельности. Я там перечисляю несколько ученых, которые изучали высшую нервную деятельность помимо Павлова. По большей части они продолжали идеи Павлова. Эту конференцию организаторы проводят для широкой пропаганды научного наследия Рязанского академика, а также поддержки и развития исследовательского потенциала у молодежи. Сам Иван Павлов возлагал большие надежды на подрастающее поколение, оставив духовное завещание для юных умов в феврале 1936 года. Он писал, что же пожелать молодежи моей Родины, посвятившей себя науке, прежде всего последовательности. Приучите себя к последовательности в накоплении знаний, изучите сначала азы науки, прежде чем подойти к ее вершинам. Второе – это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете, и как бы высоко не оценивали вас, имейте мужество сказать себе «я невежда». Треть – это страсть. Наука требует от человека все его жизни. И даже если бы у вас было две жизни, то их не хватило бы вам. Будьте страстны в вашей работе, в ваших исканиях. Когда молодые люди начинают вникать в его учения, причем вы же прекрасно знаете, что Павел оставил наследие по нескольким научным управлениям – кровообращение, пищеварение, за что он, кстати, получил Нобелевскую премию высшей нервной деятельности. И когда молодежь начинает разбираться в том, что он сделал, а главное, его научная школа что сделала, то начинают понимать, что многое из того, что он говорил, сбывается только сегодня по-настоящему. Помимо конференции, в музее-усадьбе академиков в памятную неделю февраля прошли и другие мероприятия. Одним из них стало открытие в выставке «Семья – это богатство». На фотографиях Иван Павлов в компании своих близких. И экспозиция показывает рязанского академика не столько выдающимся ученым, сколько любящим сыном, отцом и мужем. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Иван Павлов в «Город»